В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. Губернатор Одесской области Максим Степанов внес всю сумму залога за Сергея Стерненко, который с пятницы находился в СИЗО. Этот факт чиновник подтвердил на своей странице в Фейсбук, где разместил фотоквитанцию с перерасчетом в 600 тысяч гривен. Вместе с тем, депутат Лиманского районного совета Сергей Щербич, который на протяжении двух лет доказывает в суде, что именно Стерненко его похитил и пытал, просил губернатора не вносить за радикала залог. По его мнению, Стерненко за совершенные преступления не должен находиться на свободе. Сергей Стерненко и Руслан Деменчук действительно меня украли. Действительно Стерненко стрелял в меня с пистолета. У меня есть три пулевых отверстия, вот так можно сказать. Потом они меня пытали. Сергей Стерненко в меня стрелял. Они посадили меня в машину, одели на голову черный мешок, руки завязали жгутами и, как для меня, завезли в неизвестном направлении. Экс-лидер одесского права сектора Стерненко, который подозревается в организации массовых беспорядков во время протеста в Летнем театре, уже сегодня, ближе к вечеру, вышел из СИЗО и направился под стены прокуратуры области, где проходит бессрочная акция протеста. Активисты возмущены задержаниями своих товарищей после акции в Горсаду. Они считают действия национальной полиции политическими репрессиями. Активисты требуют освободить из-под стражи задержанных. Сегодня они собрались на митинг у стен главного управления национальной полиции Одесской области на Еврейской. Главные требования общественников – отставка начальника областной полиции и прокурора области. Основный сигнал сегодня який? Вымагаем отставки Дмитра Головина и Олега Жученко. Почему? Потому что сами эти люди, правоохранители, имеющие в руках все инструменты для того, чтобы прекратить незаконную деятельность влады, прекратить расследовать преступления, притягать людей к ответственности, они этого не делают. Возвращаясь, выступают по-декуди адвокатами. Например, когда захопали школьный аэродром, то полиция, по-перше, поддержала ему, по-друге, начальник полиции и его рады заходили даже защищать публично этих людей, сказать, что это обычные будильники и никакого захопления не произошло. Хотя уже военная прокуратура надала этому окременную оценку. Мы можем позвать сюда людей со всех Украины, чтобы они эту банду, которая здесь засела, чтобы просто оказали давление, действительно, и заставили власть Киеве в первую очередь сделать какие-то политические выводы. Потому что мы все прекрасно сегодня понимаем, что Киев, Киев однозначно сегодня по-прежнему считает вот эту группу людей, которые здесь захватили власть, своими политическими союзниками. И я считаю, что для того, чтобы Одесса имела какое-то будущее как цивилизованный город, как город украинский, конечно же, надо делать какие-то политические выводы. Причем срочно. Одессе нужны выборы. Выборы как всей ветви исполнительной власти, так и другое качество правоохранительной системы. Кроме того, общественники выступали за освобождение находящегося в СИЗО Демьяна Ганула, а также за закрытие уголовных производств в его отношении и в отношении Сергея Стерненко, который только недавно вышел из следственного изолятора. Правоохранители подозревают активистов в организации беспорядков во время проведения акции в горсаду. Нема жодних подстав, не было этих людей сьогодні выбирать им такий запобежний захід, как тримание под вартою, потому что має бути оборудованность подозрева и наявность ризики. Ни того, ни другого не было. Все спростовывается и теми же материалами, которые надает правоохранительный орган, и теми видеозаписами, которые в заседании судового демонстрировались. Цего всего нема. И мы бачим, что когда есть закон, знаете, мы все равны. Я с вами равны, я равны с державой, держава равна со мной, мы на равных умовах. Когда мы прибираем этот закон, происходит то, что происходит в Одессе. Так можно каждого одессы закрыть за любой протест. В поддержку активистов выступили на очередной акцию здания областной прокуратуры. Со вчерашнего дня там разбит символический палаточный городок. Нагромождены шины. Желающие погреться, развели в бочках костры. Степан уже сутки дежурит на месте и уходить без выполненных требований не собирается. Отмечает, что акции носят исключительно мирный характер и проходят без каких-либо партийных обозначений. Это мирная акция, которая выражает ноту протесту против выкрадения наших побратимов. Каждую годину кто-то извольняется от своих справ, вважает важным подъехать, поведомить нас про свою информацию, дознаться в нас информацию. И люди подъезжают, тримают кнопку на старте, ключи в кармані, купляют по две пачки цигарок на той випадок, если тут нужно будет затриматься. Если вы пометили, тут нет никаких партийных закликів, никаких партийных прапорів. Тут собрались люди. И если некоторые из них, насправді, может, где-то в какой-то партии, то они это не высказывают тут, потому что тут не место политичным бікам. Активисты Игоря Бею отправили под домашний арест. Меру пресечения участнику акции протеста в Горсаду избрал Приморский районный суд. Радикал, известного по прозвищу Игорь Резун или Бейл, подозревают в организации массовых беспорядков и нападения на правоохранителей. В частности, в полиции заявляют, что подозреваемый нанес повреждения начальнику областной полиции Дмитрию Головину. Бейл признался, что бросил в главного полицейского области не камень, а баллончик с краской. В ходе заседания подозреваемого вызвались взять на поруки депутаты Верховной Рады и Горсовета, а также общественные активисты, но суд им отказал. Не отправили активиста и в СИЗО, запретив Игорю Бею в течение 54 дней круглосуточно покидать собственную квартиру. Защита с решением суда не согласна и намерена подавать апелляцию. Мы с моим адвокатом будем подавать до апелляционного суду для оскаржения этого решения, потому что я вважаю, что решение должно быть оскаржено, потому что я не маю намеру находиться 54 дней дома, мне нужно заработать деньги и работать на своей работе. На жаль, суд не почув чотирьох потенциальных поручителей, которые пытались взять его на поруки. И это люди, которые вызывают веру в общество, и были все основы передать пана Бея на поруки. Будем знакомиться с самым ухвалом, так как мы уже компромиссно дозволили суду прочитать только результативную часть, все уже втомились ждать. Апелляцию будем подавать завтра. И перейдем к другим темам. В Одессе несколько частных и ведомственных котельных до сих пор не получили номинации на поставку газа. Коммунальные уже все подключены, однако есть проблемы с ОСМД и ведомственными котельными. По словам вице-мэра Анатолия Орловского, мэрия предложила владельцам котельных заключить договор с коммунальными предприятиями для дальнейшего обслуживания городом. Я считаю, что это самый правильный выход из ситуации, потому что те собственники или те ведомства, которые сегодня не в состоянии заниматься эксплуатацией и выработкой тепловой энергии, они, наверное, должны обратиться к нам с просьбой передачи этого оборудования, этих котельных на балансе местных советов, то есть нашему коммунальному предприятию для эксплуатации. Там спорные вопросы, там же не платежи и так далее. Но мы с этими задачами справляемся, и наши все 144 котельных, которые обслуживают коммунальные предприятия обслуживания, были в области заключены. Вице-мэр Анатолий Орловский добавил, что основная проблема в том, что котельными не выполняются договорные отношения с «Нафтогазом». Их счета не оплачиваются согласно графику. Такая проблема существует в котельной «Метастрой», которая отапливает три дома по улице Парковой, из-за чего в прошлый четверг жители этих домов перекрывали улицу Грушевского. Добавлю, что жители Шкодовой горы до сих пор остаются без отопления. В Одессе на четвертой станции Большого фонтана возле ипподрома неизвестные осквернили закладной камень будущего парка Азербайджан. На камне появился неонацистский символ в виде кельтского креста. Несмотря на то, что это произошло еще в субботу, ни коммунальные службы, ни представители азербайджанской, госкомпании Сакар не торопятся смыть символику. Напомню, что сам камень установили еще в 2013 году. Однако парк до сих пор так и не привели в порядок, как было запланировано в проекте реконструкции. Очередное заседание по обжалованию залога директора лагеря Виктория Петроса Саркисяна вновь не приблизило ожидаемое решение. В зале была напряженная обстановка. Едва не возник конфликт между представителями армянской общины и патриотическими организациями. Тем временем прокуратура утверждает, что суд неправомерно назначил залог и фактически избрал новую меру пресечения. Довод защиты, что пожар возник из-за кипятильника, в комнате руководителя ансамбля «Адель» прокуратура не считает оправдывающим Саркисяна. Адвокаты Саркисяна потребовали от прокуратуры обосновать подозрения директору лагеря соответствующими документами. Обвинение настояло на перерыве в процессе. Вместе с тем родные погибших детей считают, что Саркисян делает все, чтобы избежать наказания. Ну, с больницы все документы и все благодарственные письма. Это было сколько лет тому назад, а он все это собрал и себя оправдывает. А наших вот, наших ангелочков нету. Следующее заседание по обжалованию меры пресечения Петроса Саркисяна состоится уже в этот четверг. Общественники выступили против перестройки дворца моряков в семиэтажную гостиницу. В воскресенье они собрались на митинг на Приморском бульваре. Компания, которая занимается реставрацией объекта, заявляет, что готова обсуждать с общественностью проект работ. Тем не менее, собственники недвижимости утверждают, что имеют полный пакет документов на руках и все их действия исключительно в рамках закона. Мы, как полномочные представители компании, собственники этого помещения, заявляем, что мы готовы всегда к диалогу. Мы открыты к любым законным проявлениям общественного мнения, общественных любых, скажем так, движений. И поэтому мы на этапе согласования разработки всей проектной документации во всех структурах и учреждениях, мы сами прекрасно знаем, что есть такие общественные советы. И всем общественникам, специалистам был розан весь пакет документов, в том числе и то, что касается планируемого реконструкции, реставрации этого дворца моряков. В Одессе планируют поднять тариф на проезд в городском транспорте. Перевозчики заявляют, качество автобусных перевозок ухудшается. Сегодня при норме более 1000 единиц подвижного состава на маршруты города выходят около 800. Также происходит отток водителей и машин. Например, за прошедшую неделю одно из предприятий продало 16 автобусов в другой регион по достаточно низкой цене из-за нерентабельности работы в Одессе. По словам перевозчиков, обоснованный тариф составляет 7 гривен. Последний резкий всплеск стоимости топлива, ну и всех иных составляющих, привязанных к нашим условным единицам, к сожалению, ну, зануждая, я бы сказал, свою гражданскую позицию, у нас отток транспорта и выпуск водительного состава сокращается не то, что вывод на единицы, как я уже назвал, на десятки единиц. Одесская полиция начала проверку общественного транспорта на готовность к зимнему периоду. В частности, полицейские проверят техническое состояние маршруток и наличие необходимого обслуживающего персонала в гаражах и местах стоянок автобусов. Мы знаем, что могут быть випадки, когда пробивают колеса, может быть перерезана гальміна система, усі автобусы мають зберегаться, наголошу, в автопарках на местах своей дисфлокации. Мы закупили в этом году дополнительную технику, которая позволяет нам вести снегоуборочную работу. Кроме того, мы традиционно будем проводить совещания с перевозчиками для того, чтобы физически и в том числе, наверное, с выездом полиции посмотреть, соответствуют ли документальные заявления и заверения в готовности подвижного состава фактическим обстоятельствам. То есть мы планируем сделать такие выезды и обследование непосредственно в гаражах предприятий. Кроме того, перевозчикам поручено подготовить весь подвижной состав и проверить эффективную работу печек для обогрева. Помимо технических проверок, в полиции также хотят запретить посадку и высадку пассажиров маршруток вне остановок. На сегодняшний день штраф за подобное нарушение составляет 250 гривен. Таможня не пускает в Одессу белорусские троллейбусы. Одесская мэрия получила транш денег на закупку нового транспорта и уже перечислила деньги партнерам. Однако таможня задерживает подвижной состав на границе, не давая льготу на оформление электротранспорта. Сейчас поставщик транспорта судится с таможней. Суд первой инстации он выиграл. 30 ноября состоится апелляционное заседание уже во Львове. На границе стоят троллейбусы. Проблема в том, что возникли вопросы с таможней и с таможенными взаимоотношениями. Это не наши вопросы. Но мы как бы здесь, в третьей стороне, пытаемся ускорить это. Напомню, белорусская компания «Белка Мунмаш» выиграла тендер на поставку 47 троллейбусов за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость контракта составила около 8 миллионов евро. Тревожная кнопка в одесских такси. Цифровой спецсигнал располагается в основном меню рабочего планшета или телефона таксиста. В случае опасности водитель нажимает кнопку. Далее с ним связывается диспетчер компании, после чего сигнал тревоги передается в управление полиции охраны. В данный момент кнопкой тревоги оснащены около 500 автомобилей такси в Одессе. В среднем в случае форс-мажорных обстоятельств полиции необходимо до 10 минут, чтобы приехать к месту назначения. Водитель сам выбирает, куда ему удобнее поставить кнопку, либо на рабочий аппарат, либо на свой личный. Наш программист разрабатывал эту кнопочку. Из-за того, что все-таки служба заказа это чуть-чуть другое, это не инкассаторы. Здесь водитель едет либо с клиентом, либо за клиентом. И полностью интегрировать кнопку с самой полиции не получается. И теперь ждать, да, надо? Там идет автоперезвон, звонят, успеховка. Узнаешь, что дело случилось. Вам уже приходилось нажимать на эту кнопку? Сколько минут проходило? Ну, пару минут было. Ну, то есть, в принципе, недолго, да, они едут? Быстро, оперативно. Это вам звонят? Угу. С полиции? Пока диспетчер звонил. А кто должен? Диспетчер или полиция? Сначала диспетчер звонил. Сейчас они дадут на пульт сигнал. К нам поступает сигнал тревоги с автопранспортной компанией. И, естественно, мы передаем ближайшему наряду полиции, который курсирует в указанном районе. То есть, определяется местоположение этого подавшего сигнала автотранспортного средства и направляется наш наряд. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.